И снова здравствуй, зритель! Всё-таки будут два отдельных видоса. Сей видос будет о моей небольшой покупке. Совершенно бюджетной, хотя, может, кто-то посчитает иначе. В Дикси сто лет там не была, я вышла из Фикса рядом как раз с Дикси, и я решила, что надо мне зайти в Дикси. И, короче, меня некоторые попрекают в комментах тем, что я всё принимаю, типа, близко к сердцу, но уж, посмотрите, какая есть. И, типа, на что-то там реагирую, и эта реакция идёт обычно в видео. Но, люди, я думаю, вам бы было неинтересно меня смотреть, будь я совершенно не реагирующая ни на чём, с лицом не выражающим ничего. Ну, я, конечно, могу ещё какой-нибудь ролик написать, даже не обязательно крупным планом, и не обязательно Стёба ради про какую-нибудь там, типа, туалетную бумагу. Вообще, идея обозревания туалетной бумаги мне всё время подкинула. Ещё в 2016 году некто Алёна О, которая закрыла свой канал, переименовалась, открыла заново, снова закрыла, я не знаю, вообще есть она на Ютубе, или только в Инстаграмчике, вышивку постит. Короче, на 1 апреля с кем-то там и мной она собиралась одновременно выложить логики на обзор, там, допустим, туалетной бумаги, коробка спичек, или типа того. Короче, я могу с серьёзным видом, без эмоций на лице обозревать всё подряд, но я думаю, что вам такое не покатит. Поэтому уж какая есть. Это отголосок, наверное, к предыдущему ролику. Ух, монтировать-то и не перемонтировать. Короче, была я в этом, в Дикси, и вообще туда зашла, чисто гляну, думаю, может, по скидке какую рыбу куплю красную, чтобы сваять себе этот самый ролл домашний. Да-да, тот самый такой оляпистый. Хотя, знаете, я когда тут заказывала в Такеши себе роллы пиццу мелкую и шаурму, так вот, вам-то на камеру не было видно, но там эти роллы маленькие были сделаны так, как будто бы я их лепила два года или три года назад. Трёхлетней давности я. В общем, это у нас Егоревская фабрика, колбасно-гастрономическая, имени Кю Афанасьева. Паштет мясной деревенский из печени. Сделан он 5 ноября и до 25 ноября. Он что-то был по скидке. По старой цене когда-то он примерно так и стоил, 55-60. Сейчас вообще гляну, сколько он там стоил. У меня тут чех есть. 59,99. Грубо говоря, 60 рублей без одной копейки. Мне он нравится. В нём хороший состав. Почему он хороший, сейчас я вам прочитаю. Состав. Печень говяжья, слюнина, бульон, скобочка, хлада, мясной навар, морковь сушёная, лук сушёный, соль, сливки, суки, сакар, песок, перец чёрный. Есть ещё не деревенский, в такой бежевой коробочке, но я не помню, чем они отличаются в плане составов. Вот был только такой, 150 грамм. Забыла я купить чёрного хлеба, но завтра куплю. В принципе, он у меня до 25 ноября. Мы с ним будем жить долго и счастливо. В принципе, я к тому, что я успею его делать, и не обязательно сегодня. К тому же я сытенький. Да, он там этот зафольгирован. Вот он так зафольгирован. Я на телефон тыркаюсь, потому что как бы мне хоть сказали, что я с этого ракурса хорошо, типа, смотри, что всё, но я стабильно забываю, вдруг меня там не видно. Вот привыкну с этого ракурса снимать, я уже не буду тыркаться в телефон. Я себе купила печён дома торт шоколадный смесь для выпечки. Я-то думала, я когда читала состав, думала, что вот это всё зафигачишь в мисочку для испекания. Сволочь ты такая кошачья, зачем ты дерёшь обои? Ты их так уже ободрал. Пришлось на скотча присобачивать, так ты и скотч ободрал. И ведь тебе повезло, тебе ничего не делается. А ты дерёшь, гад получий. Короче, я это думаю, что-то нафигачится всё в мисочку, засунется в печечку, и потом на исходе будет вот такой красивый тортик, как на картинке. На самом деле, всё намного сложнее. В общем, у нас состав. Мука пшеничная, высший сорт, сахар, молоко сухое, какао-порошок, яичный меланш сухой, разрыхлитель и тесто, гиперофосфат, натрия, без понятия, я чё это, и сода пищевая. Ароматизатор ванилин. Не содержит гамма. В общем, я решила, что состав тут вполне приемлемый. По крайней мере, он намного лучше, чем состав в слоёном тесте, дрожжевом и бездрожжевом в фирме Семейных секретов. Это у нас русский продукт, сделан в России. Калужская область, село Детчино. Ну и он, срок годности у него 12 месяцев, где-то там был этот срок годности. В смысле, когда он сделан не 18 октября. И чё он тут у нас? Содержимому пакетику добавить 200 миллилитров, то бишь 1 стакан тёплой воды или молока и 100 грамм размягчённого сливочного масла или маргарина. Мы будем ложить масло, если когда будем делать, короче говоря, быстро размешать до получения однородной массы. Готовое тесто выложить слоём 3-5 сантиметров смазанную сливочным маслом или маргарином форму сливочным маслом. Мы будем юзаться, маргарина у меня вообще нема. Выпекать в течение 40-45 минут в предварительно разогретой до температуры 180-200 духовке. Потом испечённый безбит охладить, разрезать на две части и смазать их кремом. Садись, сверху-сверху положить. Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, типа тут советуются необходимые ингредиенты, взбитые сливки и крем для украшения. Ну, в принципе, взбитые сливки они уже как крем. Их можно взбить, что-нибудь добавить. 1 стакан тёплой воды или молока и 100 грамм размягчённого сливочного масла или маргарина. Думаю, как-нибудь свояю. В общем, вот. До следующего года я его точно свояю. Вон там по скидке шу. Сейчас найду. 49,90... Короче, когда покупала, мне казалось другая скидка. Ну, в смысле другая цена. 50 рублей он стоил. Ну, ну, нормально. 50 рублей с нормальным составом. Сколько тут вообще его? По граммам-то где-нибудь есть тут? Типа грамм столько-то. Штуковина. Сколько в те грамм? А, масса нет 400 грамм. Я думаю, чё он такой увесистый? Вот, 400 грамм. Может, когда-нибудь испеку. Чего-нибудь. Ну, в смысле, по-любому когда-нибудь испеку. Я сначала думала, может, что-то развести водичкой и выпить, а потом думаю, там, яичные, миланш, какая-то требуха. Вообще, тупо хотела себе сухого молока купить, но не было там сухого молока. А ещё тот момент, когда меня как-то спрашивали, как бы, ну, типа, как я экономлю. Я говорила, что вот у вас что-то есть, и вы должны воспринимать это как данное, потому что этого чего-то может не быть у других. Вот у меня этого чего-то не есть, потому что это чего-то у меня другое есть. У меня есть малиновое варенье, совсем чуть-чуть малина со смородиной какой-то, смородина ещё с какой-то смородиной. В общем, всякая требуха такая, даже яблочное пихово-яблочное варенье, даже, по-моему, тупо облепиховое варенье есть. А вот этого нема. И вишнёвого, кстати, варенья тоже нема. Черника, протёртая с сахаром. Состав черника, сахар, проток готов к употреблению. Он тоже был по-скидски. 80 рублей без одной копейки. Да-да, 79 рублей 99 копеек. Всё это вышло у меня на 189 рублей 97 копеек. Так, что это у нас мило варила? Черника, протёртая с сахаром. Свежие черники, без консервантов. И это, оказывается, изготовлено специально для Кэддикси. 340 грамм. 8 октября 2018 года. Возможно, это была замороженная черника. Ну, да не суть. Главное, что вот это. Вот. Черники в этом году мне перепало от пенька. Привет, пенёк. Когда я была у неё в гостях. Не будем говорить, где. Ну, может быть, человек не хочет, чтобы я говорила, где конкретно. В Подмосковной области, короче говоря. В Подмоскве. И у неё была черника. И я с молоком хомячила эту чернику. Но когда я тут вспомнила в Углича про эту чернику и спросила уже у бывшего знакомого, который стал насекомым. В принципе, туда ему дорога и была. Он сказал, как-то я так поняла, что черники уже поздно. Поздно пить боржоми, чернику уже продали. В смысле, никто не собирает, либо она уже отошла. Ну, и как-то у меня не случилось черники. Думаю, ну, ладно, не случилось и не случилось. А тут я увидела, думаю, на ней так стояла, думаю, да ну, как-то хороший состав. Думаю, надо взять. Я как раз подумала, какая я все-таки богатая в том плане, что у меня других вареньей дофига, и мне их покупать не надо. Так что вот, вот такой у меня обзор экономичных покупок из Дикси. Кто оселился, вам спасибо. Может, вы вдохновитесь и что-то себе купите. К тому же, вот это действительно очень классный штука. Всем пока!